С тех пор, как отгремели залпы Второй мировой войны, в различных районах земного шара с ловещей чередой возникают военные конфликты. За каждым из них всегда стоит империализм. И чаще других, агрессивнейший из всех американский империализм. Стремясь навязать народам свое господство, империалисты идут на любые преступления. Плетут в сети заговоров, провоцируют гражданские беспорядки, разжигают национальную и расовую рознь. И если все эти грязные акции не приносят успеха, они нагло вторгаются в чужую страну. Как же в этих условиях должны поступать миролюбие? Решительный отпор силам агрессии – вот единственный путь сохранения всеобщего мира. Именно так поступает советское государство в союзе с прогрессивными силами всего мира. Мощное движение протеста против американской агрессии в Юго-Восточной Азии охватило сегодня все континенты планеты. Вон из Вьетнама гневно требуют народы мира. Но агрессоры – глухи к голосу мировой общественности. Продолжая идти напролом, они расширяют масштабы преступной войны. В этих условиях Советский Союз, верный своему интернациональному долгу, увеличивает помощь народу борющегося в Вьетнаме. Мы не скрываем, что помощь эта и дальше будет расти и пойдет так далеко, как потребует того обстановка. Как не скрываем и того, что вся наша боевая техника – это щит и меч не только отчизны, но и всего содружества стран социализма. Будьте на чеку. Берегите обороноспособность нашей страны и нашей Красной Армии, «Как зеницу ока, так учил нас Ленин, и мы верны завет вождя». Укрепление оборонной мощи и боеготовности советских вооруженных сил было и остается в треть самой священной из функций социалистического государства. Государство – великий организатор коллективных усилий советского народа, главное орудие построения коммунизма. Государство – это наша твердыня, наша плод. Вот почему, обращаясь ко всем советским людям, обращаясь к тебе и ко мне, партия говорит – «Крепи могущество родного государства». «Как?» «Будь на переднем крае жизни, там, где труднее всего». «Живи и трудись, как комсомольцы Дарины Вахша в граните горы, прорубающей русло реки. Или иди по стопам комсомольцев Толнаха, что в суровых условиях Крайнего Севера умножают трудом своим хозяйственную мощь отчизны. А хочешь, следуй примеру этих отважных ребят. Они закаляют тело и дух, готовя себя к активной защите родной земли». «Да мало ли дел найдется, для тех, кто чувствует себя хозяином государства. Ищи, выбирай. Перед каждым из нас дорога в жизнь распахнута настиж. Одним по сердцу крутая волна, просоленный ветер океана. Других влекут земные дороги. горячие будни церинной страды. А есть и такие, что призвание свое находят в самых опасных делах, таких, что под силу немногим. Знакомьтесь, ленинградец Виктор Демидов. Этот совсем не геройского вида человек, по молодости лет не знавший войны, своими руками извлек и уничтожил десять тысяч неразорвавшихся фашистских снарядов и мин. О чем думает Виктор в эти минуты? О семье? Или о тех, кто кровью своей отстоял нашу жизнь? У села, что за Ольховой рощей, где земля от солнца горяча, травы пробиваются на ощупь, небо стебельками щекоча. Были здесь бои давно, когда-то, и за это старое село умирали русские ребята, падая на землю тяжело. Корчились лицом уткнувшись в траву, а домой шло горькое погиб. За селом земля вздымалась плавно, волнами мальчишеских могил. Нам сегодня, как и им, по двадцать, нас везут иные корабли, нас качает будничное счастье ими отвоеванной земли, той, где травы тянутся на Ольх, небо стебельками щекоча, той земли, которая за рощей от мальчишьей крови горяча. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь. До последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству. Я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни. смысл,